Следующая. Приходит вот эта фотография. Очень интересная. Ну, дальше обычная учёба. Я уже шашкой набахался. Вот. Вот эта фотография. Там написано. Валерий Костенович. На вебинаре от 19 задал вопрос про абрикос привитый на поросы золотой сливы. Вы сказали прослать вам фото. Получилось, что абрикос близко к материнскому дереву большой сливы. Видите? Вот смотрите. Расстояние сантиметра. Фото прилагаю. Прежде всего, это сняла. Вид с разных сторон. Большое сливовое дерево искалечно обрезкой. Подтверждаю, что она уже успела вот это. Вот это искалечно. Чёрт его такой штаб. И вот слива. Это полукустарник. Как эти слива полукустарник? Слива полукустарник. Сколько надо долбить этих, которые любому дереву даже смородине приделают штаб? А? Знаете об этом? Ирге приделают штаб. Вот заняться нехер, зато вроде бы деятельность какая-то. Вот до хрена вот этот штаб слива, слива. А потом, когда здесь ветки отрезают, вот они, отсюда пошла поросы. А куда деваться-то? Она спасает-то как себя? Снизу, снизу, снизу. Вот эта часть святая, к ней подходить нельзя не только с секатором, даже с мыслями такими. Чего я опять ору? Потому что так получилось. Подтверждаю, дерево искалечно обрезка. Но она теперь хоть знает это. Итак, черенки ваши, кстати, большое спасибо. Необыкновенно, у них столько мощи и энергии. Саженцы растут высокие, крепкие. Это чудо! Спасибо! Вот такие слова для меня подарок. Надеюсь, искренне. Вот, Наташа из Калуги. Так вот, Наташа. Переходим к конкретному. Вот это дальний план. И тут начинает такое противоречие. У вас прекрасная прививка получилась, так? Мало того, прививка-то какая? Ценейшая я. Потому что у вас на жёлтую сливу привит абрикос. А это уже чудо по себе. Ладно, ещё на синей венгерке считается абрикос более-менее. Не воспринимайся, в смысле, не отогнёт. А здесь жёлтая слива. Вот повезло. Теперь, извините, выбирайте. А вот так, пока вы её не отрежете, к чёртой матери, у вас вот это развиваться не будет. Хотите иметь абрикос в Калуге? По-моему, редкость. Вот тут отрезайте. Второй вариант более божеский. Так как она не сразу быстро вырастет, а корни моря. То разумнее. Это я не то, что сгорячая. Я предложил первый вариант. Это когда у меня второй вариант. Начинаете отрезать постепенно. Смотрите, какие ветки больше искалечены. А мы с вами не дуракие теперь. Видите, вот эта дальняя ветка некрупная. Она действительно больная насквозь. Вот эти пятна, да, это грибы, это мхи, а эти лишайники, это, как сказать, я их всегда через это запятую. Потому что вот эта дурь несусветная, но не ваша. А то, что когда они появляются, это результат вот той дебильной обрезки, которой вы уже раскаиваетесь. Поэтому это не ваша ошибка, я не к вам обращаюсь. Но теперь, когда получилось, что больная кора невероятна, отрежьте её. Вот когда вы отрежете, будет стимул вот этой расти дальше. Подождите годик, отрежьте вот эту вторую. Не полностью. Нет. Когда вы тут отрежете, 90%, что ниже, всё-таки ветки появятся. Дереву надо жить, дышать, потому что у него мощная корневая система. Понимаете? А потом однажды, когда вот это дерево моется, станет года через три, вы отрежете вот эту ветку навсегда. У меня такие палки есть, я к ним подвязываю, что? Выпрямляю. Вот теперь вы возьмёте, аккуратненько. Вы уже сняли плёнку, теперь она может сломаться. Потихонечку притягиваете её. Это будет теперь будущий кол. Извините за цинизм, это уже не будущее дерево, это будущий кол. Ну, вот, но следите, если вдруг почувствуете, что иначе чахнет, через два, три, пять лет слева может расправиться с ней, выпнуть её пинком под зад, этот абрикос, потому что он по массе уступает десятки раз, он совершенно беззащитен, и это ещё не факт, что он дальше будет расти. Итак, угнетаем это. Это хоть сейчас отрезайте, ту дальнюю, вот она больная. Вот видите, сколько я наговорил? Скажите, что это это. Как там дальше? Железо, чушь там. Ладно, проехали. А до сих пор обидно сидит, потому что никто не извинился. Так, смотрите, есть такая колодина, Тамара, да? Она из наших, из тех, кто всё соображает. Вот это прочтите сами, потому что речь идёт о близких крутых водах. И тут что-то у неё. Маулина знает. Вот, это здорово. Значит, Маулина – это не миф. Теперь дальше. Река Меас, Челябин стоит. В общем, здесь близко к крутой воде, и у неё получается так. А где-то яблонька, а где-то три яблоньки, а где-то сосна. Значит, не всё так плохо. Умница, очень, как её самое, наблюдательная. Давайте почитаем, чтобы ещё не читать. Потом, кто хочет, вернётся и внимательно прочтёт. Вот. Видите, как пишет? По сути, корни у них в воде. Но живы. Смотрите. И вот вывод её. Так что не надо бояться близких крутых вод. Я буду немножко поправлять. Я тоже когда-то думал, а кто-то научил, что когда корни дойдут до крутого вода, дерево погибнет. Мой вариант – дерево начинает чахнуть. Кстати, в этом году на берегу пруда обнаружили яблонь с очень крупными вкусными плодами. Возможно, самосев. А там вообще недалеко уже стояло. Постоянно. Ну вот. Мы поднимаем ещё одну тему. Это продолжение той темы. Я вам покажу. Вот, так сказать. У меня есть такая пять фильмов, которые составляют отдельно. Не глобально, но собраны все за, против. В общем, ведь, смотрите. Ай, как здорово получилось. Вы проблески крутые воды. Так. Вот. А наша Наташа из Калуги. Вот смотрите. Шансов, вот всё равно, чтобы, смотрите, ой, как хорошо стоит, так рядом, чтобы, а у меня ничего случайно не бывает. Ненарочно. Вот здесь у неё получается абрикосов, я согласен. Ну, чудо. Материзация, центральный корень, что-нибудь подкладывать, делать. Вы сами так писали про подкладку. Делать высокие холмы. Вот. У меня знакомый олигарх. Он в Европе занял крупный пост, а вернулся на родину. Был директором крупнейшего завода. Всесоюзного значения. Ну, построил контейнер. Сто камазов земли завёз и поднял землю всю на метр. И посадил абрикосов. Ну, если у вас есть деньги на сто камазов. Вот. Тут, понимаете, становится реальностью. Ну, мы же нормальные люди. Мы предпочитаем, что? Привить абрикос на сливу, у которой корневая система в несколько раз. И по объёму меньше, и по глубине. Итак, переходим к сливе. А потом я ещё покажу другие фотографии слив, которые дают отводки. И шансы до слива. Увеличиваем шансы. Посадка вслепую. Она заключается в том, вот это важнейший момент, я такие письма получаю, нечасто. Не обязательно речь идёт о саженцах железовых, о саженцах ближайшего питомника. Может, даже хороший питомник. Может, человек даже сам выбрал. Редко, но такое встречается. Через сколько лет начинают чаху. Человек думает, а у меня вот так, смотрите. Допустим, здесь 6 метров 8. Слева. До колового цена далеко. И он не знает, что у него есть то, что в каких-то учебниках называется глиняная линза. Вот вы знаете, почему здесь нарисовали вот это голубое озерцо? Ну, это не озерцо, это просто здесь не озеро, а очень низкая плотность грунта, и получается, что он пропитан водой. Так. Заметьте, где он нарисован? Вот слой глины, видите? Слой глины. Вот он тут как раз одни. То есть глина не пропускает воду, вода стала стоять. И вы в любом участке можете найти... Я и дело в том, что у меня есть несколько гипотогенных зон. Я вот хожу вот так вот, да? Вот мёртвое дерево, вот всё понятно. Как пошли крутиться? Ё-моё! А я-то до конца и не знаю. Я вам потом покажу разломы в земной коре. Если вам интересно. Вы заметили, друзья, такую вещь? Чисто учёба кончилась. Где-то на 50 или на 80 вебинарах. Сейчас тоже учёба. Но настолько углублённая, что сейчас я уверен, что... Ведь не зря же заходит много, а потом выходит. Вот то, что мы говорим, им может быть совершенно неинтересно. Вот это вот. А для меня это и есть сама соль учёбы. Как мне человеку сказать? Он не умеет рамками владеть. Я сам, когда я смотрю, дерево погибло. А кто сказал? А у меня же тоже такая же глина. Вот это вот копия моего сада. Только у меня соль, вот этот здесь чернозём явный. А у меня он с углинок. Или даже, ну да, ну в общем-то, с углинок будем считать. То есть та же глина, но это пожиже. Я уж извините за ненаучные слова. Зато понятно. И когда я вижу мёртвое дерево, вот так померил. Да где это? Ну мне что, специально выкапывать колодец в каждом месте, где мёртвая зона, чтобы убедиться, что у меня разлом. Он опасен для деревьев, он опасен для животных, для пчёл, для людей. Вот. А там или верховодка, и корни начали гнить. Или всё-таки разлом в коре, там настоящая гипотогенная зона. И вот всех садят. Один садят, два садятся, три садятся, четыре. А пятый, шестой, седьмой умирает. Ах, что же мне прислали-то? Вот так вот. Поняли, насколько серьёзное это дело? Посадка вслепую означает мет-а-ты-ка. Итак, разрез почвы посмотрели? Руками развели? Понятно стало? Здесь-то понятно, абсаду-то ни хрена не понятно. Тогда получается, что? Надо садить и того побольше, и того побольше. Понимаете, посадили абрикосы, сливы, вишни, яблони, груши. Первыми помрут абрикосы, если попадут вот сюда. Ну, допустим, тут полметра. Помните того, этого, дядя Ваня, который себя до полной серьёзи изображал этого? Ну, не буду оскорблять. Семь сантиметров до воды. Почему погибли абрикосы? А, укол на голове тиши. И вот, получается, первые абрикосы, потом смотришь, груши, тоже серженый корень. А потом сливы, вишни, яблони. Внимание! Вот это вот, я пишу, больше нет климатических зон. Климатические зоны означают, представляете, западно-сибирская низменность. Слово низменность вам понятно? Это всё говорит. Это миллионы гектаров, там, где как раз до воды, там сплошные озёра, 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 а между ними Чахло и Кустарник. Когда, ну, Чахло вы все читали, это я не сомневаюсь. И вот он, у него была книга, примерно название, я запоминаю только отдельные факты, но яркие. «Путешествие на Сахарин» было. Я две такие книги читал. Первая, всё-таки, Нансена, она мне была интереснее, потому что он забрался в этот самый, на север Сибири, на наш этот самый, на Норильске ещё дальше, на Догинку ещё дальше. Это было интереснее. Но даже почитать Чехова было интересно. Он ездит, он же гигант, он талант, он ещё видит, он пишет. Он проезжает до Красноярска, чахлый кустарник, смотреть не на что, противно. И потом, каким любовью он описывает район от Красноярска до Иркутска и дальше. Это надо было видеть. Здоровый лес, сосны, всё. Друзья мои, вот это и должно стать основой северного садоводства Сибирского. Ведь что получается? Казалось бы, Алтай. И опять разговаривался. Но ведь это же не шутки, смотрите. Я же должен за этим вставить мои мысли. Не просто мысли. Понимаете? Вот. Доказательства. Вчерашний звонок или сегодняшний? Меня поздравляют, говорят, ну, у нас было минус 52. Где? На Алтае. Яблони не выдержались. Столько яблони погибло. Понимаете? А как эти зоны расширить-то? По возможности. Я вот это вот. Меня жаловусь на Павла Троценко. Заставил. Вот. Написал. Больше нет климатических зон. Якобы это должна быть глава моей книги. Но я добавил попросительный знак. Я с плеча рубить не стал. И внимание. Вот. Вот тут я хозяйничаю. Вам жутко не стало, друзья? А это разве возможно? Вот это. А? Вот. А вот черемушки та самая. А вот та самая майна. А вот эти наши гиганты. Я сейчас не буду все. А вот это Западная Европа. Понимаете? Бежать оттуда надо. Но мы уже об этом говорили. Вот это выбор места. Вот это. Вот это все должны проходить студенты хотя бы. Ведь им потом сады садят. Где они их садят? Вот здесь нихрена не растет. Здесь не миллиарды зерен этих самых семян древовидных. Нет. Не миллиарды. Что вы так много? Триллионы. И ни одна не взошла. А ведь это никто не косит. Это природная ландшафт. Это заповедник. А вот наличие гипотогенных зон. Отвлекся. И чуть не матерюсь. Смотрите. Кто-то талантливейший человек. Я вот это написал. Меня задаете вопрос. Задаете. Вот ответ. Вот это вот мои фильмы. Один, второй, третий. Наличие гипотогенных зон. И вдруг я нахожу в интернете вот этот настолько ценный рисунок. Ценный. Видно, что, даже видно, что это была фотография. Не рисунок. Трава натуральная. Ни хрена на ней не растет. Вы не видите, что тут нет ни одного дерева. Дорога пересекает. И что написано? Правильно. Возможно, авария на дороге. Писал умнейший человек. Я говорю, у нас, городских сумасшедших, осталось единицы. И вот я нашел такого. Я не знаю, кого благодарить. Кому поклониться мне именинникам. Вот это вот мы спасем когда-то, когда наши придут. Хотя бы один человек умный. Ведь заметьте, когда я говорю, хотя бы один умный человек в Академии наук или Министерство науки и высшего образования, или Минпрос. Куда еще можно отправить? Вот. Еще есть это самое. Где должны умные люди жить, быть. Хотя бы одного умного. Это что получается? По аналогии их там нет. Чтобы вот это стало основой. А здесь что? Разломы. Читаем. Разломы. Гепатогенная зона. Да, вот это что? Да, гепатогенная зона. Вот идет разлом. Это нормально. Это вот так вот. Это вот так вот дышит Земля. Она вот так дышит. И вот там, где дышит, по одним оценкам, никто это толком до сих пор не проверял. Или засекречено. Или газ, как считают некоторые. А значит, ну смертельный газ. И для растений, и для людей. Чтобы потом люди врезаются в мыши на друг друга. Или, как я считаю, излучение. Излучение опасное. Оттуда идет, с самого низа. Там, где магма, там, где кипит все это самое. Вот что такое это. Проявляем смекалку обманной природы. Ну, а дальше мы с вами проходили. Помните? Да, на улице до 48. Ничего. Вот. Притулился к теплому боку. Все, проехали. Давайте теперь. А как отсюда выбираться? А, вот так. Мы отвлеклись. Как всегда, вы сейчас с кем связались-то? Нашли, с кем связываться? Давайте вот это я убираю. Убираю. Так. И возвращаемся к нашим этим. Итак, более нет климатических зон. Кому надо, вот эту статью прочтете. Она длинная, большая, капитальная. Это будет главой одной из книг. Это не шутки. И это будут настоящие книги. Не вот это, где ладно бы там что-то было просто. Я вам еще покажу. Книги нейтральные назовем. То есть, и учит ребенок, вызубрил, запомнить все это невозможно. Часть какую-то запомнил, промычал, тройку получил и забыл. Вот. Он тоже страдает, потому что у него психика страдает. Учет себя идиотом. У него заканчивается запас памяти. Ведь это компьютер. У него память закончится. Что вы будете делать? Правильно. Земляков вы пойдете. А не ракеты конструировать.